Вот эта же ширина, он идет туда дальше, вдоль Суры. Сегодня о месте трудового подвига в Больших Березняках напоминают лишь неровности ландшафта. Настоящая память хранится в сердцах внуков и правнуков тех, кто возводил сурский оборонительный рубеж. Его строительство началось в 41-м, когда немцы приблизились к Москве. На протяжении 45 дней женщины и дети ежедневно вынимали по 2 кубометра промерзлого грунта, а это почти четверть КамАЗа. Ров пятиметровой глубины с окопами и блиндажами протянулся на сотни километров. Это был последний рубеж перед Волгой, последний рубеж перед нашей столицей, запасной столицей Куйбышево. Эта героическая страница нашей истории малоизвестна. Почтить подвиг героев – одна из задач партийного проекта «Историческая память». На место событий в Республику Мордовия отправилась экспедиция в составе команды «Навигатор-63», ветеранов локальных войн и участников военно-патриотических клубов Самарской области. Фашистские войска не смогли пройти вглубь нашей территории, и боевых действий на сурском рубеже не было. Но подвиг его строителей не уступает мужеству солдат, отстоявших Родину в боях. Нам очень бы хотелось, чтобы и это вызывало интерес у молодежи, чтобы не случилось так, как сейчас уже мои товарищи и коллеги здесь говорили, как случилось на Украине, когда вдруг из головы молодежи на протяжении буквально кратчайшего времени все выветрилось. Выветрились подвиги их дедов, прадедов. В память о подвиге женщин, строивших оборонительный рубеж, вахту у Стеллы несли воспитанницы Чапаевской школы-интерната. Накануне поездки в учебное учреждение прошел урок памяти. Но лишь оказавшись на месте событий, девушки смогли реально оценить масштабы героизма. И взвесить, смогли бы они повторить его сегодня. Думаю, что да. Потому что если бы не так, то больше других вариантов бы не было. И пришлось бы все равно, чего бы это ни стоило, надо было все равно копать, все делать, чтобы выжить. После митинга в школе села Большие Березники прошли встречи с ветеранами. Участники марш-броска провели уроки мужества и этапы игры «Зорница». К 70-летию победы на месте строительства сурского рубежа будет возведен величественный монумент. Инесса Панченко, Артем Сулайманов. События. Артем Сулайманов. ... ... ... ... ... ... ...